Друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о деньгах. Я сразу хочу задать вам вопрос. Зачем вы боретесь с деньгами, если они вам нужны? Вы считаете, что вы не боретесь? Ошибаетесь. Я покажу, и вы сможете понять, в чем вы не правы. Вы заметили, что достаточно часто повышаете голос на других людей, чтобы объяснить им, что они в чем-то ошибаются или не правы. Это дело хорошее, но на деле вы пытаетесь запугать их, чтобы они признали вашу правоту и исправились. То есть повелись я так, как вы считаете правильным. Например, ребенок принес плохую оценку из школы. Вы повышаете голос и пугаете его, чтобы он исправился. Ваш коллега или подчиненный что-то сделал не так, как вы считаете нужным. Вы выговариваете ему с позиции силы, то есть пугаете его. Ваш муж пришел слишком поздно, и его мобильник не работал. Вы устраиваете ему разборку, действуя с позиции силы, выговаривая ему. И так далее. Каждый раз, когда вы чем-то недовольны, и при этом ощущаете себя сильнее нарушителя ваших ожиданий, то вы повышаете голос и буквально запугиваете его. То есть вы боретесь с ним. Вы с этим согласны? Да, но при чем тут деньги, скажете вы. А теперь вспомните, что происходит с вами, когда денег не хватает на выплату долгов или кредитов. На жеванную или очень нужную покупку. На оплату лечения себя или близкого человека и так далее. Чаще всего вы раздражаетесь или даже ругаетесь. На кого вы раздражаетесь? Вы задумывались об этом? Обычно это жизнь. На нее стоит сердиться, что она такая гнусная. Вы удивитесь, но еще это деньги. Вы сердитесь, что их вечно не хватает. Они есть, но у других людей. А вас они как будто специально избегают. То есть вы раздражаетесь и ругаетесь на деньги. Как будто они живые существа. А ведь они вроде бы не живые. Но ведут себя как живые. Теперь дальше. Давайте подумаем, когда у вас возникает эмоция. Раздражение, гнева, обиды или какая-то еще негативная эмоция. Кто ее создает? Ее создает ваш инстинкт выживания. Таким образом он хочет помочь вам преодолеть возникшую опасность, возникшую сложность. Он возбуждает вас и вбрасывает вам в кровь набор нужных гормонов, чтобы вы могли силой защитить свои интересы. При этом он дает вам энергию с запасом, чтобы вы могли победить вашего недруга в физической борьбе. Но вы практически никогда не используете возбужденную в теле энергию полностью. Вы ведь не лезете в драку. Как максимум вы ругаетесь. Но это далеко не физическая борьба. Сил требует не так много. Когда ваш конфликт завершается, возбужденная энергия буквально распирает ваше тело. Руки и головы дрожат, организм требует действия. А вы говорите себе «Успокойся». Ваш организм понимает эту команду так, что сегодня вы выбрали не драться с оппонентом. Но в следующей схватке обязательно подеретесь с ним. Поэтому ваш организм собирает и откладывает в теле возбужденную энергию для борьбы с этим же оппонентом. Откладывает энергию в виде сжатых, то есть спазмированных мышечных волокон. Это называется эмоциональный блок. Он похож на сжатую пружинку, но не металлическую, а мышечную. Сколько у вас было в жизни сильных негативных переживаний, столько эмоциональных блоков вы храните у себя в теле. А теперь вспомните, сколько раз в жизни вы испытывали недовольство или гнев по отношению к деньгам. Тысячи, десятки тысяч раз. Скорее всего, у вас не было банкротства или потери крупной суммы денег. Но зато было огромное количество мелких переживаний из-за недостатка денег. И все они отложили свои следы в форме небольших эмоциональных блоков. Хранящих запасы энергии для борьбы с деньгами. И этот общий эмоциональный блок борьбы с деньгами в итоге стал большим и сильным. Как вы думаете, как он начнет влиять на ваше поведение? Он будет помогать вам иметь больше денег? Конечно, нет. Он содержит энергию, возникшую в процессе борьбы с деньгами. Он и будет продолжать эту борьбу, защищая ваши интересы. То есть он будет обращать ваше внимание на ситуации, где у вас не будет хватать денег, чтобы вы злились еще больше и укрепляли эмоциональный блок. Его задача – поймать деньги и задать им такую трепку, чтобы они никогда больше не уходили от вас. Испугались и выполняли ваши команды. Но вы знаете, как можно поймать деньги и задать им большую трепку, чтобы они испугались вас. Ну, практически никак, я думаю. Скорее всего, никак. И никто не знает этого. А если кто-то и знает, то он не будет рассказывать вам об этом. Будет сам пугать деньги, наверное. Хуже того, эмоциональный блок борьбы с деньгами будет всячески мешать вашим усилиям увеличить у вас количество денег. Ведь если у вас станет больше денег, то вы меньше будете ругаться на них. И эмоциональный блок борьбы с деньгами перестанет получать от вас подпитку. А то смотришь, этот эмоциональный блок с деньгами совсем исчезнет, поскольку он никому не нужен будет больше. А ведь ему хочется жить и заботиться о вас. У него такая функция. Поэтому, если вы намерены увеличить свои доходы, то начинать нужно с очистки своего тела от эмоционального блока, заряженного на борьбу с деньгами. Иначе вы оставите внутри себя врага, который будет мешать вашим усилиям увеличить свои доходы. То есть при намерении изменить что-то к лучшему в своей жизни первый шаг всегда должен быть только один. Нужно убрать из себя, из своего тела эмоциональный блок, заряженный на борьбу с тем, к чему вы стремитесь. Будто устройство личной жизни, здоровье или что-нибудь еще, в том числе и деньги. В данном случае нужно убрать эмоциональный блок, заряженный на борьбу с деньгами. Это можно сделать только одним способом. Поработать с приемом эффективное прощение денег. Для этого нужно взять развернутую форму прощения денег, например, из книги «Прием эффективное прощение». Это можно сделать бесплатно на сайте свеж.ру. Эту формуру прощения нужно будет слегка подкорректировать с учетом ваших особенностей отношений с деньгами. И потом нужно будет загрузить эту формуру прощения в себя с помощью приема «Эффективное прощение». То есть вам нужно будет много раз повторять все фразы этой развернутой формы прощения про себя мысленно. При этом вы должны будете быстро и глубоко дышать. Ну, примерно так. Под музыку специально. Это активное дыхание убирает сопротивление загрузки в себя новых команд. Без дыхания загрузка будет идти значительно дольше. Придется потратить на этот процесс часов 10-20 времени. Это обязательно. Ваш эмоциональный блок создавался годами, и быстро убрать его из себя иным способом просто не получится. Даже если другие авторы будут обещать сделать это быстро, ну, вы не можете проверить их заранее. А, скорее всего, они просто заблуждаются. Если не убрать из себя эмоциональный блок заряженной борьбы с деньгами, то вы все время будете носить все врага, которые настойчиво будут мешать вам увеличить ваши доходы. Так что не раздумывайте, действуйте. Но не путем совершения множества неуспешных попыток, как до сих пор, а путем чистки своего тела от внутреннего врага, вашего эмоционального блока заряженного борьбы с деньгами. Процесс чистки автоматизирован в тренинге, очищаем тело от прошлых негативных переживаний. Вам нужно будет просто постоять возле компьютера или смартфона и подышать в нужное время, повторяя про себя фразы, которую вы услышите из компьютера. Этот тренинг находится на сайте свеж-сентр.ру Первая кнопка. Заодно в результате активного дыхания у вас поднимется энергетика, вы буквально помолодеете. Сами могут уйти некоторые заболевания, вызванные спазмами эмоционального блока внутри вашего тела. Вы перестанете обращать внимание на свои неудачи и сосредоточите внимание на благополучном будущем. А что вам еще нужно? Причем увеличение ваших доходов будет происходить независимо от окружающей ситуации. Всегда ведь находятся люди, которые выиграют в любых условиях. Вы станете таким везунчиком. Сейчас вы можете сделать первый шаг, чтобы стать именно таким человеком. В итоге вы можете получить серьезный выигрыш, так что смело можете рискнуть пару тысяч рублей за работу на тренинге и некоторым временем. Кстати, наличие некоторой способности к риску – это обязательное условие финансового процветания. Все преуспевающие бизнесмены способны рисковать. Заодно начинайте развивать в себе это качество. Действуйте и не сомневайтесь. Не забудьте подписаться на мой канал. На нем будет еще несколько видео на тему увеличения ваших доходов. Это новая для вас информация. Пора попробовать ее использовать. Я провожу бесплатные сеансы эффективного упрощения денег в своей группе в Инстаграм в 11 часов по пятницам. Можете присоединиться или посмотреть запись предыдущих занятий. Еще трансляция идет на моем канале в Ютубе. Находите в пятницу в 11 часов утра, и вы примете участие в сессии дыхательной. Еще можете посмотреть там записи этих сессий и поработать с ними в любое время. Это бесплатно. Попробуйте. Проверьте сами действенность моих рекомендаций. Не забудьте поблагодарить потом. Поставьте лайк этому видео. И до встречи в следующий раз. Ваш Александр Свияш.